Такой отчет по деловой активности в секторе услуг. И сейчас тогда включим трансляцию нашего экрана и видим, что у нас тут с евро-доллар. Мы на прошлой неделе с вами говорили о том, что у нас здесь движение вверх намечается, коррекционное. И говорили о нем вот здесь, вот когда модель бычье поглощение была сформирована 30 мая. Коррекционное движение к средней границе по Боллинджеру на дневном графике, это отметка 17,69. Говорили о том, что политический кризис в Италии сейчас решился, разрешился, завершился. И в общем этот фактор вызовет закрытие шортов, что в принципе сейчас мы наблюдаем. Поэтому здесь, если кто открывал позиции на покупку, тогда вот на отметках 16,10, 16,20, то их надо держать, ничего с ними не делать, ждать достижения средней. Единственное, что средняя у нас на прошлой неделе была повыше, потому что линия вот у нас падает. Поэтому она была 17,89, сейчас у нас 17,68. Поэтому перенесем цель на 17,68, ставим ее здесь. И даже если немножко снизится эта линия, все равно, я думаю, ее достигнем, даже немножко превысим эту среднюю. Если же кто без позиции и сегодня думает, что делать, я бы сегодня работал на покупку, но брал бы не сейчас, сейчас очень высоко, я бы поставил байлимит на среднюю по Боллинджеру на отметку 16,77. Вот покупка и цель это вот здесь вот средняя, уже на дневках 17,68. У нас в пятницу были данные по рынку труда, данные хорошие, но фармы выросли очень так хорошо, выше 200 тысяч и средний заработок вырос. И вроде как-то обратная такая вот реакция, вроде бы все хорошо, но в пятницу упали только до 1,16,16. Вот здесь прям коснулись уровня поддержки. Вот у нас свечка новостная, упали, быстро отскочили вверх. Что еще раз подтверждает вот эту гипотезу, что продавали евро на опасениях вот этих итальянских, считали там будет из еврозоны выходить. Ну и поскольку вроде все устаканилось, на все время устаканилось, навсегда или лишь на время, там через месяц, через два, там что-нибудь опять, там итальянство хочется сделать, они будут заявлять какие-то там радикальные такие призывы. Все это может быть. Но пока вот на ближайшую неделю все устаканилось, тихо, спокойненько. Поэтому сейчас вроде бы такая вот немножко парадоксальная ситуация. На хороших новостях доллар не растет. Закрывают шарты и доллар даже падает. Но по сути дела все вот эти факторы, они уже учтены в котировках. Рынок ждал в целом, что будет хорошая динамика, и она еще будет в следующем месяце. И вообще в целом в Америке летний период всегда очень хороший. Май, июнь, июль, и август всегда рост экономики. Такой вот сезонный фактор. Поэтому мы еще будем получать сильные отчеты. Это все еще будет впереди. Но пока вот именно фактор итальянского, вот этого кризиса, он в итоге вызывает рост евро. Это именно закрытие шартов. Поэтому покупаем евро на 16,77, здесь на среднем по Болинджеру. И ждем росток средний уже на дневках. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, и я на них с удовольствием отвечу. Что касается фунта британского, я бы сегодня с ним ничего не делал. Несмотря на то, что вроде как ADX на часовом графике 37 в тренде, и на 4-х часовом 32 в тренде. На дневках у нас тренд уже вниз. То есть если час и три часа вверх, а дневки вниз. Я бы ничего не делал. Меня смущают два фактора. Первый – это рынок облигации, который по спреду в Великобритании и США вниз идет сейчас. Второй момент – это рынок нефти, который вот сейчас во флете стоит. Вот такая свечка. В пятницу закрыли падением. По нефти здесь я пока по-прежнему жду снижения к минимуму прошлой неделе. Это 74,50. То есть вот, на мой взгляд, была первая волна снижения. Сейчас коррекция была. Сейчас вторая волна будет снижения. Нижняя по Болинджеру. На дневном графике по нефти бренд проходит на отметке 74,73. Я думаю, что будем ее тестировать и немножко пониже уйдем. То есть может сыграть фактор добычи нефти в США, которая очень сильно так выросла. Буровые установки выросли в Америке и в Канаде очень сильно. Нефтяные буровые платформы. Поэтому могут скорректировать рынок нефти. И поэтому для фута это тоже плохой сигнал. Уйдем ли пониже 74, Евгения? Нет. Если только уйдем прямо чуть-чуть, может быть там 73,73, но прямо вот немножко. Почему не пойдем сильно ниже? Я думаю, что будут выкупать нефть. Потому что здесь в ОПЕК получается саммит, который будет в этом месяце 22-го числа. Саммит ОПЕК будет у нас в Вене. Он проходит всегда. И там Россия, Саудовская Аравия, Азербайджан, 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 Арабские Эмираты. Это страны, которые сейчас заявляют о том, что надо добычу увеличить немного. Увеличить добычу, но все равно будет в целом ниже. Потому что добыча падает в Иране и Венесуэле. В Венесуэле очень сильно падает добыча. А некоторые страны, такие как Иран, тот же самый, Кувейт, они против этого шага выступают. Поэтому здесь где-то все просто. Будет на саммите ОПЕК. Я думаю, что добычу увеличат, но меньше, чем Россия и Саудовская Аравия хочет. Поэтому это фактор хороший для рынка. Поэтому будут выкупать. Плюс июнь, июль, август всегда высокий спрос на нефть. В Америке, в Европе, в России. В любом стране мира более-менее развиты. Есть, конечно, страны Африи, там такие слабо развитые. Но такие вот страны, как Китай, Индия, Россия, Германия, Великобритания, Япония, США. Здесь везде летом всегда сильный рост спроса на нефть, нефтепродукты. Поэтому для рынка этот сигнал очень хороший. Ну и плюс, я думаю, сейчас доллар начнет падать. У нас на следующей неделе станет ФРС в среду. ФРС повысит ставку. И потом уже получается у нас ничего делать с ставкой не буду до конца лета. Поэтому для доллара это сигнал тоже немножко на коррекцию. Поэтому все в совокупности, я думаю, не позволит упасть ниже 73. А может быть даже из-за 73 она не упадет. А на 74, там 50 плюс становится. Поэтому сейчас как функция получает техника показывает вверх. На верхнюю по Боллинджеру на часовиках 1.3390. Фундамент показывает вниз на 33.30. Я не знаю пока что в итоге будет. Может быть вверх, вверх, вниз. Лучше здесь пропустить по этой валютной паре. По евро-доллару более понятная картина. Там вверх. Движение потихонечку вверх к средней на дневном графике. Так, золото, Олег, обязательно рассмотрим. И доллар-иену сейчас поговорим. Александр, обязательно спасибо вам за вопросы. Так, Олеги, да, может быть коррекция по фунту. Меня тоже смущает движение вверх. Пока что не такое вот прям сильное, как хотелось бы. Поэтому, может быть, будет коррекция. Поэтому я бы пока подождал картинка, когда прояснится. Так, сценарий на сегодня 34, потом 33.40. Трасс, я думаю, да, наверное, так и будет. Дойдем до верхней немножко. Вот это на Блинджер 33.90. И потом на 33.42. Здесь можно так действовать. Можно давать его 34 на 33.42. А 33.50 было немножко округлить, да, 33.50. Потому что можем дойти только до средней. На часовиках она у нас вот здесь вот 33.44. Но сигнал такой слабенький. Поэтому здесь, если на ваше усмотрение, использовать продажу от 1.34 до 1.33.50, но пропустить такого прям сильного сигнала. Так, на евро доллар можно будет как-то срочный дневной флэт. Это интересно, я говорю с запасом. Крикослушный дневной флэт, на мой взгляд, может быть, потому что сегодня день такой спокойный, с одной стороны. С другой стороны, его может и не быть, потому что закрытие шартов – это такой процесс, когда все вроде бы ждут спокойного флэта. Вроде в пятницу прошли, сегодня передышка такая, завтра будут новости важные. Но закрытие шартов, когда большие инвесторы закрывают шарты или там лонги, неважно что, они не смотрят на новости, они вот закрывают новости. Поэтому сегодня спокойный дневной флэт, сегодня вполне можем подрасти. Поэтому, не знаю, не уверен, что сегодня может быть спокойный флэт. Он и может быть, и его не может быть одновременно. Пока, вот исходя из всего того, что тут происходит на рынке, вот если посмотреть на дневную графику, это лучше. Вот мы здесь выросли, 30-35, пошли во флэт, и вот сейчас новый рост начнется. Он либо сегодня, либо завтра. Когда точно, не знаю, это только знают вот эти большие ядь и тети, у которых много денег, которые закрывают шарты. Я не знаю, что у них, но у меня, может быть, они сегодня спят и завтра делать. В чем смысл скрывать, то ли я говорю о запрос, ну как, в чем смысл, смотрите, вот было падение евро, и, допустим, вы прорвали, где-нибудь там по 1.20, и сейчас цена от 17. Вы продавали о том, что там в Италии кризис, там из еврозоны они выйдут, в итоге кризиса этого нет. И вы видите, вот нашелся рост, вот мы уже так растем. Поэтому вы закрываете позицию, у вас прибыль. То есть вы продавали там от 1.20, сейчас 1.17. У вас плюс 300 пунктов, но они у вас только на экране, они у вас не живые. Вы их не можете заразить, потрогать, потратить их. У вас сейчас 300, может быть, 200. А в пятницу у вас было 400, а сейчас уже 300. Поэтому лучше закрыть, наверное, и получить прибыль уже реальную. Не прибыль на экране, которой сегодня и завтра нет, а прибыль уже реальную. Поэтому они не закрывают. Они продавали евро, потому что вот была паника из Италии. Паника пришла, что Италия экономика третья в еврозоне, она хочет выйти из еврозоны. Понятно, что это слова, это все пустота, по сути дела, никто ничего пока не делает. Но рынок-то спаниковал и упал очень сильно. И поэтому теперь, поскольку этой паники нет, то надо закрываться, чтобы забрать прибыль. А если вы не закроетесь, допустим, и цена опять вернет 20, то что вы продали, просидели, можно было заработать, а вы не заработали в нуле. Поэтому они закрывают сейчас. То есть была паника, сейчас и эту панику они отыгрывали. Теперь это и нет паники, поэтому они и закрывают. Доллар-иена не идет вверх, но здесь пока ничего такого критичного нет. Она в пятницу подросла к 109.72, сейчас в лед. Если хочется прямо сейчас, чтобы она резко плавала вверх, то, конечно, наверное, надо позвонить этим большим инвесторам и сказать им, «Ребята, вы тут запаздываете, мы вас ждем, давайте быстрее». Может быть, они нас послушают. Наверное, не послушают, посмеются и трубку бросят. На мой взгляд, движение вверх будет сегодня или завтра. И я думаю, 110 увидим. Почему так вверх не растет? Ну, бывает, что быстро, а все бывает, что медленно. То есть, если бы все растло очень быстро, тогда можно было бы видеть толпы довольных людей, таких миллионеров, таких вот быстреньких, таких миллионеров, которые там за один час и они сколотили. Но все требуется время. Если вы слышали про такого человека интересного, Уоррен Баффи, то он вот говорил такое интересное выражение. Для всего требуется время, и вы не сможете родить ребенка за один месяц и заставите забеременеть женщин одновременно. Для рождения ребенка все равно нужно 9 месяцев подождать. Вот суть этого выражения Баффи заключается в том, что надо подождать и почти всегда ждать. Очень редко рынок двигается прям так быстро. не так быстро, как нам всем хочется. Но вот что поделать. У Уоррен Баффи, то ему тут уже 88 лет. В этом году он инвестициями занимается с 30, с какого там он, с 49 года вроде бы, но еще где-то он там лет 60 инвестициями занимается. Самый успешный инвестор в мире, и вот он такое сделал выражение, что надо подождать. Все равно за один месяц ребенка мы не будем. Поэтому подождем, подождем и дождемся отметки 110 в паре доллар-иена. Здесь покупка хорошая, IDX 44.7 показывает очень хороший тренд. Четырехчасовки 34, то есть если мы посмотрим на основные пары, вот допустим, EURUSD 37 часовой IDX. Адрес сильный ниже 40. Фунт доллар ниже 40. А доллар-иена выше 44. Здесь совсем сильный тренд, поэтому ждем. Где можно докупить? Прямо здесь, 192. Цель. Вот, допустим, тоже хороший сигнал к покупке. Вот пятничная хорошая свечка такая у нас. Сейчас мы выходим, судя по всему, прямо в самое-самое ближайшее время. Сюда вот 200, 754. СНПВ тоже у нас стоял долго. Вот мы флэта, вот так он, 12 дней в флэте. Потом мы на прошлый день говорили, что он себя ведет очень часто. Он пробивает нижнюю грань флэта, такой ложный пробой. И потом вращается и идет вверх, пробивает вверх. И вот у нас классический такой пример. По СНПВ 500. Вот флэт. Здесь вот с 14 по 21 мая. Дерев флэта. 29-го и вниз. Ложный пробой. Потом дальше у нас вот здесь вот. БЧСВ 30 вверх. И пошли вверх. И вот сейчас вверх. По СНПВ здесь, первое, это вот здесь вот находится 2754, верхняя поборка на дневном графике. Дальше выше 2762. Обе цели мы на этой неделе можем увидеть и 272, потому что пятничные новости, они очень хороши для гардси. Потому что занятость растет, растет, рост доходов у компаний. И данные были за май. Это второй квартал. Значит, у нас апрель, май, июнь. В июле, через месяц, в середине июля будут отчеты за второй квартал в Америке. Отчеты будут хорошие, потому что хорошие данные у нас. В пятницу, ведь еще кроме онфармов, среди заработка была АСМ промышленность. АСМ промышленность тоже вырос. И вырос очень сильно. И там АСМ подсчитал, что такой вот рост, и приравненно к 4,5% процента роста ВВП. То есть почти 5% роста ВВП по итогам мая. Но это, конечно, не весь квартал. Весь квартал у нас апрель, май, июнь. Но, тем не менее, это очень высокая цифра в мае. Поэтому, когда ВВП растет, растут доходы компании. Когда растут доходы компании, индекс S&P вверх. Поэтому S&P сейчас вот уходит вверх. Вот он, выход из этого флэта. Поэтому, да, пришлось прождать. Но что делать, как бы, даже великий Баффет ждет. Со своим миллиардами, а нам со своей тысячами тем более подождать. Раз уж великие люди ждут. Поэтому здесь выход вверх. Хороший сигнал S&P сегодня. Вот такой вот взгляд. По золоту ничего такого интересного я не вижу. В 18 ADX на дневном графе вот такая вялая линия. ADX все перепелилось. В общем, все очень скромно. На 4 часовке 30 ADX, а на 4 часовке тоже вниз. Может ли сегодня быть вниз движение и да, и нет одновременно? Что уступает с движением вниз, кроме ADX на часов 4 часовках? Это то, что S&P растет. Для золота это вниз. Но с другой стороны, евро-доллар настроен идти вверх на 17, там, 70, 80. А золота с евро-долларом имеет прямую инфляцию. Поэтому непонятно, что перевесит. То ли перевесит технический индикатор ADX вместе с S&P, то ли перевесит все-таки евро-доллар. У евро-доллар золотом очень сильная инфляция, поэтому на нее смотреть обязательно надо. Если бы сегодня евро-доллар падал, тогда бы можно значительно было говорить, золото продаем прям, ждем падения, там, 1285. А сейчас, понятно, будет золото падать. Поэтому я бы тут не брал бы золото. Вместо золота я бы взял снипиды, там, любое. Очень хороший трендовый сейчас участок. На графике, будем по тренду, тренд из югофренд, как у нас в учреждениях пишут. Поэтому лучше взять S&P. Вот здесь у нас хороший график Nikkei. Тоже здесь вполне хорошая такая динамика начинается. Здесь тоже можно взять, текущая отметка 22,502, а здесь 22,620. Тоже покупка прослеживается вслед за S&P. Вот здесь такая вот динамика. Значит, какие еще вопросы? Если я бы игрок знал, что S&P в легком шоке, и вся Европа, в принципе, и что я падаю дальше, и спросить, зачем ее знать? Анатолий, еще раз буду вопрос. Вы знаете, вы, допустим, большой игрок, но кроме вас еще есть большие игроки. И таких игроков-то очень много, допустим, их 100. Вы, допустим, ерзать не хотите. А остальные, там, процентов 8 захотели вот по ерзать и закрыться. Наверное, все равно вы ничего не хотите сделать. Понимаете, друг конкурента. Вы, большой игрок, являетесь конкурентом другому большому игроку. Поэтому, я не знаю, может быть, я не прав. Посмотрим. Время нужно ждать недолго. То есть, если мы сейчас входим сюда, вот на среднюю, значит, было закрытие. Вот здесь вот закрытие от 15.09 на 17.70, 260 пунктов как раз было закрытие. То есть, посмотрим. В принципе, тут время-то уже покажет, ждать, буквально, день, два, три. Как бы, и все уже будет понятно. Просто я исхожу из того, что очень много продавали евро на панике. Паника закрылась. И как обычно бывает. Вот я вспоминаю паники прошлой. Допустим, паника на Греции. Помните этот процесс, я не знаю или не помните. Может быть, вы недавно на рынке. Но это вот событие тоже в мае и июне. Июль 2014. Была тоже паника. Греция, там, в общем, она выходит из еврозоны. Она не платит долги, там, и так далее. И тому подобное. В общем, евро упал. Хотя Греция, это там 20-я какая-то там экономика в еврозоне. В общем, это в самом низу по рейтингу. И она, в принципе, никак не влияет на еврозону. Но все равно была паника. На этой панике упало евро. Потом вроде все решилось нормально. Евро выросло на закрытии шартов. А сейчас сама паника, что не 20-я экономика, а 3-я экономика еврозоны. Была паника еще больше. И вот прошлые паники начались тем, что было движение вверх. Сейчас я думаю, наверное, так же будет. Но вряд ли что-то нового придумают. Но посмотрим. Время покажет, в общем. Да, вы совершенно правы. ГЭПы по 50-100 пунктов. Роман, благодарю вас за уточнение. И потом все устаканилось. Евро подрос. И вроде как все вздохнули с облегчением. Хотя, в принципе, Греция, это не такая большая проблема. А вот Италия, это все-таки проблема. Поэтому раз проблема ушла, то теперь уже эта новость неактуальна. То есть продавали на плохой новости. Теперь ее нет. На чем продавать сейчас? Допустим, вы большой игрок. И вы продаете дальше. А другие, вот они потихонечку вверх. Они закрываются. На чем продали дальше? На какой плохой новости, если ее уже нет? Это у меня вот такая мысль в голове. Взгляну я по опыту Греции. Может быть, конечно, сейчас будет отличие от Греции. От тех событий, от тех недавности. Но я думаю, что, наверное, отличий никаких не будет. Все будет то же самое. Так, фигуру, головы и плечи. Мечный графит, перевернутые головы и плечи. Так, 111 по бренд. Реализуется и по времени. Евгений, говорю, у вас вопрос. Вы знаете, нет, я не смотрю. Ну, фигуры такие, почему. Я раньше смотрел, реализация такая слабая. Ну и плюс, вот такие фигуры, там, месяц, намеченные головы и плечи. Все равно это должны быть какие-то важные такие события, подкрепленные. Потому что какие угодно можно, там, брать головы и плечи, там, шеи с коленом и так далее. Это все может быть полным бредом. Почему? Потому что, допустим, вот сейчас пример приведу. Откроем график. Нефть просто такой, с чистого лица. Так, то у меня тут нефть много. Всего, вот у нас нефть, значит. Вот у нас движение было. И вот движение было вниз. И тогда многие люди, и такие уважаемые, там, агуру и так далее, вот в этот период времени, в начале 16-го, кричали, что до 7 по нефти, это прям, ну, вот, только начало, там, нефть идет на 20. А некоторые кричали, что нефть идет на 9 даже. Толли будет 150. Есть такой один эксперт, интернет-семинары проводит за денежку. Возможно, многим, о ком я говорю, не буду о нем говорить. И вот все там, и головы, и плечи, там, и ноги с коленами, в общем, и там, я не знаю, что еще, там, и оторванная голова была, и оторвана рука. Только название не придумывали. Но просто собрался ОПЕК и сократили добычу. Рынок-то, он регулируется, не, там, не регулируется, а рынок торгуется не головой, там, с ногами, а именно спрос и предложение рынка нефти. И нефть компаниям стало невыгодно просто продавать нефть по таким вот уровням, 30, 35, 40. Они еще сократили, вот мы видим рост, 60 процентов. 60 процентов за полтора года вверх просто. Вот и вот сейчас мы еще не завершили этот процесс. Он еще дальше вверх будет. То же самое было и вот здесь. Вот она упала сильно. Набесным компаниям стало невыгодно продавать нефть вот на таких вот уровнях, а не то же самое. ОПЕК также ограничивал добычу в девятом году. Все то же самое, что было в шестнадцатом году. Соглашение ОПЕК. И соглашение было в девятом году, в итоге оно вызвало нефть. Поэтому, в принципе, я не смотрю на все эти вот фигуры, там, отрубанные. Ноги, головы, попы и так далее. В общем, я смотрю вот на именно вот эту ситуацию, что ОПЕК делает, Россия, что делает, что делает Америка. Пока получается так, что для них это дорогой вверх. Будет ли сто одиннадцать? И да, и нет. Одновременно можно дать такой ответ. Что может вызвать сто одиннадцать? Ответ простой. Вот если вы читаете новости, новости, которые приходят нам с так называемого Ближнего Востока, то там постоянно кто-то, в общем, кого-то в чем-то обвиняет, и кто-то хочет кому-то там ракеты запустить и, в общем, голову оторвать. В субботу появились новости, значит, что Саудовская Аравия может начать войну с Кувейтом. До этого были новости, что Саудовская Аравия может начать войну с Ираном. И Иран там вроде бы запускал по ним ракеты, они вроде отбили, и вроде пока ничего не продолжается. То есть на Ближнем Востоке там есть жесткая конкуренция, в первую очередь между двумя странами, это Иран и Саудовская Аравия. Они вроде там и там мусульманы, но там даже у них внутри мусульман какие-то разные есть направления. Я не специалист, как это говорят по востоковидению, поэтому не могу сказать точно. Но, в общем, какие-то там у них ограничения различные есть, внутри даже этой веры. И, в общем, они, Саудовская Аравия хотела быть страной номер один, на этом Ближнем Востоке, Иран, и Саудовская Аравия на этом Ближнем Востоке. И там и там много нефти, они находятся рядом, соседи, в общем, и там и там много оружия. И те, и те, в общем, настроены агрессивно. И вот, в субботу, что Кувейт хочет купить у России вот эти С-400, вот эти зенитные концы, чтобы ракеты сбивать, самое современное там оружие. Вроде даже американцы говорят, что у нас такого нет. В общем, прям там страх американских там вот этих томагавков. Я не знаю, правда это или нет, или может быть опять там у нас непонятно, что там запустили, там ракета, она не летела. У нас тоже много любят приврать, конечно, и везде врут. Но, вроде как, что это С-400 там суперсовременное оружие. И Кувейт хочет купить. Саудиты сказали, что купите, то, в общем, мы тут по вам будем атаки устраивать. Вот на таких вот факторах нестабильности, там Иран с Азараилем, война может ли бы начаться, у Ирана с Саудовской Аравией конфликты. Ирана теперь с Кувейтом может объединиться против Саудитов, но, в общем, непонятно. То есть, на таких вот факторах цена на них может легко дойти до 2011. Другое дело, что реализуются ли они, неизвестно. Но все может быть, потому что Иран с Азараилем тут прям, вот я не думаю, если прям за войну начнется. Потому что там уже все вот на грани. Саудовская Аравия вроде пока не хочет воевать, она вроде как-то пока пугает. Ну, а кто знает, вдруг она пугает, а тот же Иран, допустим, возьмет и сам первый бомбанет по ней. И тогда Саудиты ответят. Но, в общем, вполне может быть 111. В случае вот таких вот войн. А эти войны могут быть там, наверное, в общем, что-то делят. Делят что? Делят власть. Каждый хочет быть номер один в регионе. Пока номер один это Саудовская Аравия. Но Иран с этим не хочет мириться, поэтому они разрабатывают ядерное оружие тоже самое. Поэтому вполне может быть 111, вполне реально, если будут вот такие войны. Если их не будет, то, наверное, на 90 мы ограничимся. А когда может быть 111? Да, может быть, в этом году, вот этим летом, будет война, допустим. Вполне может быть 111. Паника начнется. То есть чем война будет? Если война будет, допустим, Иран с Израилем, то это 90 в этом году. А если война иранцев с Каравией, то это 111. Поэтому может быть такой вариант. Может быть, вполне. И мы не знаем, он реализуется или нет, потому что непонятно, насколько Иран готов воевать. Готовы ли они? Есть ли у них мощь такая? Все-таки Саудиты, это не какая-нибудь там, даже гопата за улицей. Это все-таки мощное государство, поэтому не знаю. Но они, скажем так, дружбы не хотят. Поэтому, наверное, все дело войной завершится, когда одни готовы, вторые хотят. Вопрос только времени. Когда эта война будет? В этом году, в следующем году? Пока не видно, чтобы эти страны хотели мира. Наоборот, они хотят прям именно вот все так решить по-военному. Вот здесь такая ситуация. Поэтому все может быть и в этом году в том числе. Так, завершаем наш вебинар. Всех благодарю за внимание. Уважаемые коллеги, также хотелось бы от вас получить небольшую обратную связь. Напишите, пожалуйста, в чат, какой бы вам хотелось провести вебинар. Мы по четвергам проводим вебинары тематические в течение одного часа. Кем вам бы хотелось рассмотреть? Поскольку мы вебинары для вас проводим, то и также интересно, какие у вас пожелания. Что вам бы хотелось? У меня предложение, например, провести на этой неделе вебинары, разобрать какую-нибудь торговую стратегию. Такую несложную, незамудренную стратегию при торговле, допустим, внутри дня. Такую краткосрочную. Можно еще какую-нибудь тему провести. Может каждый из вас написать в чат, кому что интересно. И мы тогда такую тему и проведем. Если стратегия интересна, тогда проведем такой вот вебинар в четверг, как использовать роботов. Тоже тема интересная, потому что тоже роботы. Такой интересный формат. Напишите, пожалуйста, тогда в чат, какую тему мы выберем на этой неделе, роботы или стратегию. Какие у кого пожелания. И тогда и остановимся на таком вот вебинаре. Вебинар будет в четверг, 7 июня в 17 часов. Тогда, видимо, большинство за стратегию. Тогда в четверг, 7 июня проведем вебинар по торговой стратегии. Всем спасибо за обратную связь. Рад был вас сегодня всех видеть. И завтра тоже с удовольствием буду рад вас видеть. Субтитры сделал DimaTorzok